Всем привет! Я начинаю свой новый влог. Сегодня 2 июня. Я поздравляю вас всех с началом лета. Мы были в деревне сразу после окончания школы 25 мая. Получили школьные учебники. Сейчас я вам подробно расскажу. И в этот же день мы уехали в деревню. Влог о деревне уже вышел. Оставлю ссылочку под этим видео. Также смотрите видео о том, как мы отмечали Кирюше день рождения 5 лет. Тоже это было в деревне. И вот вчера мы вернулись с мужем вдвоем. Детей оставили на недельку у бабушки с дедушкой. А я сегодня одна занимаюсь домашними делами. Перебрала игрушки детские, книги, школьные какие-то принадлежности. Там выкидывала ненужные, поскладывала аккуратно. Занялась стиркой, уборкой. В общем, как всегда провожу свободное время свое. И села немного заняться школьными делами. Думаю, пока детей нету, все подготовлю для занятий. Нам дали вот такой вот список Костик. Он идет в третий класс. Список литературы. То, что нужно прочитать за лето. И я сижу сейчас, ищу из тех книг, которые у нас есть дома. Выбираю. Здесь подчеркиваю. Все, что подчеркнуто, это я нашла. Вот в этих книгах. Но это только всего лишь малая часть. Буду еще искать. Может, у кого-то попрошу. Или в библиотеке, в магазине. Где-то буду искать. Большинство из того, что я уже нашла, то, что у нас есть дома. Даже могу сказать, что не большинство, а практически все. За исключением некоторых произведений. Костя прочитал. Ну, будем перечитывать еще раз. Освежать в памяти. Вреда от этого не будет. Так что, так. Здесь еще нужно будет заполнять читательский дневник. Вот по этому образцу. Вообще не имею представления, как это делать. Где это. В тетрадку какую-то, наверное, надо записывать. Надо спросить у кого-нибудь. Так что, так. Также сижу, занимаюсь портфолио. Напишите, у кого есть в школе портфолио. Я знаю, что не во всех школах еще ввели. Вот у нас есть. С первого класса завели. Здесь вставляются все какие-то рисунки, творческие работы, дипломы, награды детские. Вот. Тут фотография такая. Дальше мой мир оформляется здесь. Проектные работы. Подробно не буду показывать. Мир профессий, увлечения, друзья. Вот. И здесь творчество. Вот всякие рисунки. Вот такие вот. Разные, разные. Вот. И в конце здесь награды. Его дипломы. Все с первого класса. И до окончания школы это портфолио будет собираться. Будет так вот толстенькое. И потом при поступлении в любой вуз все это учитывается. Вот. Так что вот мы собираем. И сейчас тут надо дооформить еще немного. Нам дали. Они вообще хранятся в школе. Но нам дали на лето, чтобы мы здесь все аккуратно разложили. Потому что учителю некогда этим заниматься. Я немного простыла. Голос у меня такой. Вот. И сейчас покажу, какие учебники выдали. Слава Богу, выдали все. Хотя не все они в хорошем состоянии. Буду подклеивать сейчас. Вот. Некоторым детям выдали не все учебники. И придется покупать все за свой счет. Нам, слава Богу, выдали все. Это рабочая тетрадь. Мы сдавали на них деньги. Вот. Английский. Русский язык. Две части. Так. Изобразительное искусство. Рабочий альбом тоже. Интересно. Так. Во втором классе такого не было. Рабочая тетрадь по окружающему миру. И английский вот такой вот. Это что касается рабочих тетрадей. Вот учебники, видите, вот в форм состоянии. Надо немного подклеить. Так. Так. Это английский. Словарь сказали оставить. По английскому такой вот, где они сами записывают. Потому что они писали тут несколько листиков. И в третьем классе они будут продолжать. Поэтому оставляем. Так. Так еще вот по математике. Как рабочая тетрадь. Учебники вот такие вот. Не очень, конечно. Тут вообще литература вообще тут где-то была в убитом состоянии. Не знаю, что с ней делать. Смотрите. Вот такие учебники дают в лучшей гимназии в Ростове-на-Дону. В нашей реальной гимназии. В Донской. Такие вот старые потрепанные учебники, конечно. Но ничего, вот видите. Сейчас буду подклеивать. Уже соскучилась за детьми. Один день не видела. Сегодня звонила. Разговаривала с ними. Переделаем все дела свои. Поедем их заберем. Потому что надо заниматься. Да и там в деревне тоже немного чего не увидят. Чем в городе. Может быть, удастся нам куда-нибудь съездить в этом году. Хотя бы на выходные. На море там или еще куда-нибудь отдохнуть. Так что вот так. Если будет что-то интересное, я вам расскажу. А то наговорила уже на 7 минут почти. Оставайтесь со мной. Продолжаю свой влог. Съездили сегодня за салом и за мясом на рынок. Я вот засолила трехлитровую банку. Сало сухим таким способом. Рецепт у меня есть на канале. Я оставлю ссылочку под видео. Переходите, посмотрите, как я салю сало. Получается очень вкусно. С чесночком. И взяли вот такой кусочек мяса свинины. Не помню, что это за часть. Какая-то сейчас я и разделаю. Не знаю. На гуляш как-нибудь посмотрим. Да и так потушить, может быть, половину оставлю. И пока что, наверное, заморожу его. Так что так вот. Сейчас вечер. Я одна дома. Кучу стирки сегодня перестирала. Сейчас закончу с мясом. Немножко здесь на кухне приберусь. И буду, наверное, отдыхать. Целую неделю не смотрела видео. Сейчас буду пересматривать своих любимчиков всех. Так что вот так вот. Оставайтесь со мной. Продолжаю свой влог. Хочу показать вам, что у нас творится. Сколько у нас тополиного пуха. Вот видите, вот это все белое. Вот это все пух. Вообще невозможно на дереве смотреть. Вот этот тополь. Тоже дышать нечем. Ужас вообще какой-то. Летит и летит. А на улице вообще, когда вы ходите, все летает. И вот даже стоит открыть окно, сразу сюда летит. Пух. Вот так вот. Когда он уже цветет, неизвестно. И заодно покажу вам свою герань. Она чувствует себя хорошо на улице. Даже, представляете, старый, который цветок был у меня, вот этот вот, даже будет свистеть. Вот такие вот, смотрите. Вот, вот бутончики. Вот, на каждой веточке. Здесь даже будут бутончики. Вот это уже цветет второй раз. Вот в белом горшочке. И здесь тоже вот. Вот еще бутончики. Вот там. Вот это пока не собирается свистеть. И подтверждаю тот факт, что на улице, мне кажется, ей лучше. Хотя вот, ее облепило все пухом. Вот так вот. Ну, ничего. Надеюсь, что скоро закончится этот уже пух. Надоел. Вот. Напишите в комментариях в вашем городе тоже столько пуха. Или у вас вообще еще не зацвел тополь. У нас середина мая. В Ростове цветет уже. Вот у меня еще базилик как вырос. Мы уезжали на неделю. И чтобы он не засох, я его накрыла сверху пакетом. Полила. И приехали. Он вот такой вот здоровый вырос у меня. Класс. Тут я еще сушу мяту. Уже вторая партия у меня. Первая уже высохла. Вот вторая разошла. Вот. И буду пить сейчас йогурт. Сама его делала. Ставила на ночь в мультиварке. Буду сейчас пить. И заниматься дальше домашними делами.